Коронавирус пришел к нам совсем недавно, и пока нет единой картины протекания COVID-19. У каждого болезнь проявляется по-разному. У кого-то есть все признаки вирусного заболевания, кто-то чувствует лишь недомогание без высокой температуры. В любом из этих случаев врача необходимо вызывать на дом. Чаще всего оно сопровождается повышением температуры, но изредка бывает так, что температура не повышена, либо она совсем маленькая, небольшая, там 37,1,2. Безусловно, нужно вызвать врача на дом. Врач придет в любом случае, даже если температура не повышена. Под особым контролем медиков находятся пациенты с хроническими заболеваниями, которые могут дать осложнение при коронавирусе. Такие люди в группе риска, и им, как никому другому, важно соблюдать режим самоизоляции. Для них в поликлинике есть специальная форма справок. Эта справка может быть заказана в поликлинике дистанционно. Мы проверяем по своим базам, если у пациента действительно есть заболевание, который подходит в эту группу, то ему выдается справка о том, что она есть, и он предоставляет ее работу. Дать ли он, опять-таки, не должен привлекать человека к работам. На данный момент выдача больничных листов для этой категории граждан не предусмотрена, но нам известно, что обсуждается этот вопрос. Сдать тест на коронавирус в Сарове можно только по назначению врача. Берут его в специальных лабораториях бесплатно. Многие саровчане приходят в поликлинику без симптомов COVID-19 и требуют, чтобы им также сделали тест. Некоторые даже готовы заплатить за это деньги. Смысла просто ходить и делать платные анализы нет никакого, абсолютно. Этот смысл появится, когда появятся тесты, которые проводят на наличие антител. Вот эти тесты, да, они будут говорить о том, заболеет человек или нет. Есть у него антитела, если в организме, то он не заболевает, значит, он уже в легкой форме, может быть, иногда даже незаметно для себя перенес эту инфекцию. По словам Марины Румянцевой, большинство зараженных коронавирусной инфекцией переносят COVID-19 в легкой форме. Поэтому необходимости в их госпитализации нет. Такие пациенты находятся под пристальным наблюдением врачей на дому.